Равными на Западе считают только тех, кто может причинить им равный вред. Вот это вот восприятие сложного мира в терминах «хорошие парни против плохих парней» — это, наверное, такая программная ошибка стран Запада. А если хотите, их программная характеристика. Все договоренности в Тагеране и в Ялте возникали только на фоне военных успехов советской армии. И сразу Запад шел на какие-то договорения. Запад не очень-то верит на слова. То есть демонстрация какой-то жесткой решимости, да, она может остудить. Встреча Путина советом по правам человека. Вы смотрите главные новости в студии Алины Рязановой. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня Андрей Тузиков, зав. кафедры госуправления истории и социологии КНИТУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Она проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря. На мероприятии обсудили широкий круг тем, включая вопросы, связанные с ходом специальной военной операции и социальными проблемами. Также обсуждались вопросы о поддержке семи мобилизованных. И президент сообщил, что поручит правительству создать центр реабилитации пострадавших в зоне спецоперации. У нас есть речь. Давайте посмотрим речь президента. У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина в войсках, в группировке, находятся в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Ещё 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так и назвать, это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Мы услышали позицию нашего президента по мобилизации. Также отметил президент в своей речи о том, что западные правозащитные организации создавались как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего Советского Союза. Они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. И давно на протяжении нашей истории имеем дело с этим. Вот в чем кроется причина такой нелюбви Запада к нашей стране? Как вы считаете? Ну, давайте начнем с того, что понятие «любовь» в политике вообще не имеет никакого отношения. Это чисто журналистский прием такой, когда подобрать какой-то звучный термин. В политике присутствует понятие интереса, безопасность и конкуренция. Вот три столпа, на которых строится всегда международная политика. С другой стороны, мы говорим, что да, действительно, в культуре разных стран могут содержаться какие-то схемы интерпретации, истолкования других соседних или далеких народов или стран с определенным ценностным таким акцентом. Ну, давайте вспомним Древнюю Грецию. Ее любят вспоминать как родоначальницу европейской цивилизации. За право чтить себя, числить себя от греков идет своеобразной конкуренцией. И Германия в свое время себя пыталась, греков, вести начало своей цивилизации. Естественно, Европа и даже современный, не к ночи будет помянута украинская государственность, тоже пытается изображать из себя какую-то наследницу античности. Но напоминаю, что греки делили мир на эллинов и варваров. Да, и вот термин «варвар» он относился ко всем неэллинам и имел такую негативную нагрузку. Россия, она как бы с точки зрения европейской культуры, которая была создана в рамках такой католической христианской цивилизации, мыслилась как не совсем правильная христианская цивилизация. Схизматики называли. По-английски звучит «ортодокс чочь». Мы говорим «православие», а по-английски звучит «ортодокс чочь», то есть «ортодоксальный». Значит, вроде как не совсем современные, не совсем верные. И были попытки и крестить Россию, да, вот всякий там крестовый поход даже римский папа объявлял однажды. И с другой стороны возник некий такой, наверное, я бы так назвал это, неожиданный страх, когда неожиданно возникло большое московское царство на границах Европы. И это царство вызывало как бы такую негативную оценку, что оно слишком большое, что оно не подчиняется римскому папе. А я напомню, что все средневековые государства европейские так или иначе в духовном плане подчинялись римскому папу. Это не были только вопросы чисто религиозных. Из рук римского папа получали корону на царстве. Это означало легитимность в современный термин. Если корона получена от римского папы, то такой король или царь законный. А если не из рук римского папы, то вроде как под вопросом его право на власть ставится. И отсюда термин «самодержавие» российский возник, в том числе независимый от Ватикана. И создается негативный образ России. Если вы посмотрите картинки, которые были в XIX веке, то Россию, я имею в виду картинки в британских газетах, во французских газетах, то Россию изображали в виде такого злобного медведя, который со скаленной пастью и с саблей в руках угрожает чистенькой, культурненькой, добренькой Европе. И, соответственно, в масс-медиа презентовался и в таких псевдонаучных работах презентовался негативный образ России. Итак, конкуренция, страх и зашитые в культуре западноевропейской цивилизации отношения к неевропейским народам, как к народам второго сорта. Как-то в одной из бесед один коллега сказал, что ваша беда в том, что вы белые. То есть, если бы вы были не белые, то нам бы легче было с вами общаться. Либо жалеть, либо окончательно отвергнуть. Но вы белые, но другие белые. Вот я бы ответил так. А все эти НКО – это форма мягкой силы. Мягкая сила – это борьба, так сказать, не на поле битвы, а в сознании людей. Людей уже. Также Владимир Путин напомнил, что вообще вся текущая ситуация, которая сейчас идет и все, к чему мы пришли, была начата не Россией в 2014 году новой властью, пришедшей в результате госпереворота на Украине. Запад как будто не замечал ведущихся много лет боевых действий на Донбассе. Давайте тоже, пожалуйста, посмотрим речь президента. Просто сейчас перевернули все с ног на голову, не говорят о том, что они не исполнили своих обязательств как гаранты договоренности между властью и оппозицией на Украине в 2014 году, не говорят о том, что они растоптали эти договоренности, не говорят о том, что украинские власти, пришедшие к этой власти с помощью госпереворота, начали боевые действия, не говорят об убийстве мирных граждан на Донбассе, ничего не говорят, а только начали всю эту историю с момента проведения специальной военной операции. А она возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирование этой ситуации мирным путем. И продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно. Но это использовалось как повод для разжигания этих самых антироссийских и антирусских настроений. Ничего здесь удивительного не с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода. Повторю слова президента, Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода. И мы, в принципе, знаем и видели исторически, как это все заканчивалось. По вашим ощущениям, русофобские настроения на Западе сейчас спадают или, наоборот, еще у этого есть перспективы? Знаете, возвращаясь к первому вопросу. В западную культуру, в западную цивилизацию зашита матрица восприятия других стран и народов в контексте. Либо они должны быть некой формой колонии, то есть подчиненными территориями, подчиненными политическими элитами управляемыми и соответствующей интересам Запада. Если этого нет, то возникает, соответственно, враждебное отношение. Вот Россия позволила себе претендовать на то, чтобы с ней общались, как говорится, на равном. И вокруг этого строился и диалог по Украине. Но, наверное, мы забыли, что равными на Западе считают только тех, кто может причинить им равный вред. Если вы не можете причинить противнику, сопернику равный вред, и у него нет ощущения, что вы сильны, то вступает в силу такой достаточно примитивный нарратив. Я вот в Америке, когда был, я с этим сталкивался, как раз шла война в Югославии. Я с ними спорил. Я говорю, ребята, вы не туда, не на ту ставку ставите. Они говорят, слушай, объясни нам, кто там good guys, а кто там bad guys, кто там хорошие парни, а кто там плохие парни. Вот это восприятие сложного мира в терминах «хорошие парни против плохих парней» – это, наверное, такая программная ошибка стран Запада. А если хотите, их программная характеристика. И с этой точки зрения все наши надежды на безукоризненные юридические процедуры, чтобы так договориться, опираясь на наше понимание права и закона, они, наверное, обречены до тех пор, пока мы не доказываем свою состоятельность как сильный противник. Вот ведь по-разному относятся к Сталину, есть за что, как говорится, по-разному относиться. Но все договоренности в Тагеране и в Ялте, они возникали только на фоне военных успехов советской армии. И сразу Запад шел на какие-то договоренности. И то, что мы видим сейчас, ну как, опять же, процитирую президента, не хочу выглядеть как какой-то человек, склонный к жорганизму, но он хорошо сказал в интервью американскому корреспонденту «кинули». То есть нас кинули в 2014 году, когда шли вот эти минские соглашения. А до минских соглашений еще была договоренность, я напомню, многие это забыли, что Янукович подписал как бы соглашение с оппозицией, согласно которому оппозиция должна была прекратить уличные протесты. Вот эту вот бойню, да, на площади, на Майдане незалежности. А президент Янукович обязывался провести в ближайшие сроки новые президентские выборы. И выступили гарантами, напомню, Германия и Франция с одной стороны, с другой стороны Россия. Но буквально через день произошел силовой захват Рады, и началась охота на Януковича, которые потом спасали с помощью наших спецслужб. Вот цена вопроса, что называется. По поводу обозначения своей твердой такой политической позиции, да, признал Путин также, что угроза ядерной войны нарастает, выступая на совещании с членами Совета по правам человека. Но Россия не намерена первой применять ядерное оружие, заявил президент. Давайте также послушаем речь президента. Я уже сказал, мы же свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем. Американцы имеют. И в Турции, и в целом ряде других государств, Европы. Так, они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего. Это второе. Третье. Разве мы говорили о возможности применения? Нет. Вот бывшая, не к вечеру будет помянута, значит, премьер-министра Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинает весь мир пугать. Значит, поэтому мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Конечно, эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвы, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это, естественным образом, сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор. И, надеюсь, это все понимают. Как вы думаете, на Западе понимают о этом сдерживающем факторе ядерного российского оружия? Давайте еще раз начну. Опять же, вы же там еще задали вопрос про русофобию. Русофобия – это как бы результат демонизации России, которую считают плохими парнями сейчас. И я вам говорил, что в истории есть разные пики русофобии, спады русофобии. Вот сейчас мы на пике. Как ситуация будет в дальнейшем развиваться, зависит от того, сможем ли мы доказать свою, как говорится, состоятельность, в том числе в военном плане. Ядерное оружие действительно – это средство сдерживания. Но оно работает только в тех обстоятельствах, когда противник верит, что вы его можете применить. Вот, на мой взгляд, одна из проблем сегодняшней стратегии сдерживания заключается в том, что Запад не очень-то верит на слова. То есть, демонстрация какой-то жесткой решимости, да, она может остудить. А когда просто… Я не говорю, что что-то надо взрывать, да. Наверное, есть какие-то другие инструменты, как донести информацию до нужных ушей. Я имею в виду о готовности и насколько это все находится в боевом состоянии. А то, что как бы сегодня начала появляться очень опасная тенденция в западном общественном мнении, которая конструируется в масс-медиа и распространяется, что, мол, России нечем больше надавить. Она исчерпала все свои возможности, и поэтому, значит, вот только ядерное оружие остается, а ядерное оружие они не применят. Вот найти, я думаю, президент знает, он об этом сказал, да, это не обязательно публично озвучивается, но найти, как донести до потенциальных противников информацию относительно того, что с ядерным оружием все в порядке, и если надо, как говорится, оно выстрелит, вот это очень важная задача и политическая, и дипломатическая. Но еще раз подчеркну, сумасшедших нет, которые бы просто рады были осуществить ядерные удары из-за удовольствия. Ядерное оружие – это что-то из разряда такого уже самого последнего, что вообще может быть в мире. И в жизни, я думаю, человечества. Благодарю. Путин назвал также спецоперацию длительным процессом и подчеркнул, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России. По его словам, Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества, поскольку они не способны выполнять свои задачи. Вот по вашему мнению, из каких организаций сегодня, на ваш взгляд, России нужно выйти еще? Для того, чтобы полноценно свою позицию поставить? Из УБСЕ мы вышли? Вроде бы вышли, да. И то, что откуда-то нас просто попросили. Так, ну, я думаю, нам особо ниоткуда выходить не надо. Там, где у нас есть возможность доносить свою позицию и влиять на принятие решения. Там, где у нас нет возможности влиять на принятие решения, там, наверное, нам особо делать нечего. Тем более, еще за это деньги просят, за участие большое. И еще такой вопрос в завершении программы. Каких мер по повышению уровня жизни в целом населения сегодня не хватает нам здесь и сейчас? Какой будет, в принципе, социальная политика в году наступающем? Знаете, очень хороший вопрос. Он бы, наверное, был очень к месту, если бы не ситуация вот этой, назову так уж, на принятом жаргоне, специальной военной операции. Ну, я думаю, только наивный не понимает, что специальная военная операция и та ситуация реальная, в общем, фактическая такой прокси войны с Западом. Запад с нами воюет, давайте признаем. Он воюет с нами в гибридном формате. И в экономике, и в финансах. И руками украинских граждан, которые используются как вот такая... Я попрошу вас немножко кратко, потому что мы завершаем. ...к расходный материал. Поэтому я бы не стал ждать каких-то больших здесь прорывов в области социальной политики. Речь только идет о корректировке того, что называется социальная справедливость. То есть наш народ очень чувствителен именно к справедливости в распределении. И справедливости в адресной помощи нуждающей. Нуждаясь. Благодарим вас за интервью. Это были главные новости. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал Татарстан 24. Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. Продолжение следует...